Если этого захотят люди, заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность. Если Конституционный суд Российской Федерации даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям закона. Он ссылается на Конституционный суд, мол, как тот посмотрит. Да посмотрит. Сегодня скачок доллара уже ничто по сравнению с другой новостью. Депутаты Госдумы проголосовали за поправки, среди которых значится обнуление президентских сроков. Конституция 2.0 – это, скорее всего, новый состав Госдумы и чистый лист для Владимира Путина. Краевой депутат Иван Мордовин полностью поддерживает федеральных коллег. Говорит, вопрос, что будет после Путина, постоянно слышит от избирателей. Теперь есть ясность и спокойствие. Прямо будем говорить, у нашей страны есть не только друзья, но и враги, если мы будем говорить о внешних вызовах. Есть не те силы, которые заинтересованы в расшатывании какой-то ситуации. И все они были нацелены на 2024 год как точку такую, когда Путин уже не сможет дальше выдвигаться. И здесь различные варианты какой-то дестабилизации, они, конечно же, прогнозировались. Другие эксперты рассуждают иначе. Историки оглядываются назад, проводят параллели с советским режимом и царской России. Кстати, если Владимира Путина действительно обнулят, то по числу лет правления президент встанет практически в один ряд с главами стран Азии и Африки. А в России будущего поправки могут стать в целом недоработанной Конституцией, считает историк Юрий Чернышев. И вообще, говорит, сейчас стране стоит думать о другом, например, о последствиях скачка доллара. Но что касается политической арены, то в нее давно пора опустить свежую кровь. Для страны это не очень хорошо, потому что сменяемость власти, это обновление, это борьба с коррупцией, это все-таки какое-то движение. Если мы будем все время замыкаться, изолироваться, обнуляться и так далее, то это приведет просто к загниванию. Думаю, что нет, нужно все же Конституцию, как положено, два срока, хватит. Если его выбирают, значит народ за него. Очевидно, что за 20 лет у человека было достаточно больше ресурсов, чтобы получить ситуацию. По мнению политолога Константина Лукина, одобрение Путиным обнуление его полномочий на его рейтинге никак не скажется, потому что выводы делать рано. Эксперт подчеркивает, Путин не ответил ни да, ни нет. А значит, за этим шагом могут стоять и другие цели. Вопрос оказался специально подвешен в воздухе. Сделано это для того, чтобы сейчас не хаотизировать процедуру возможных преемников, с тем, чтобы элиты не скатились в войну всех против вся. Ведь это не лучшим образом скажется и на политическом режиме в России, и вообще на существовании российского государства. Своё окончательное решение президент скажет намного позже, до 24 года времени немало, объясняет Лукин. А пока большинство Госдумы одобрило проект поправок в Конституцию. Алтайские депутаты своё мнение выскажут завтра. Ещё неделю легитимность предложений будет проверять Конституционный суд, а в апреле выскажется вся страна. Анастасия Дрога, Николай Шелко, День с толком.